Здравствуйте, здравствуйте. Давайте мы представимся. Я зовут Меликов Арсений Сергеевич. Так, а это? Я тут, с мужчиной. Так, и на экране оба. Тут уголочку. Давайте еще раз вот так. Все видят вот этих юношей. Это будущие авторитетные садоводы. Каждый из них. Ты кем хотел быть? Пожарным хотел? Да, хотел. Хотел. Сейчас кем хочешь? Пока не знаю. А, ну вот. Я вообще еще надеюсь с садоводами. Хочешь, докажу тебе? Так, а ты, Ксения? Садоводом. Вот. Это все. В общем, ты можешь все. Извини, парень. Вот сидит садовод. На экране тут раздваивается. Давайте теперь так. Начинаем двигать. Сейчас. А, вот, вот. Значит, друзья, это семья Железова Старшего. Вот. Пусть у них сейчас разные фамилии. Так. Один Бутовин. Другой Мельников. Это братья. Значит, я их крестный отец и заодно еще и дед. И получается так. На моей... Судьба моя вылечить из них хороших людей. Вот. Ну, во-первых, сейчас поймете, чтобы они боялись утонуть. Утонуть. Дети тонут сотнями. Тимошка, когда я исполнись четыре года. Было. Мы разделились. Да. Я тебя посадил себе на загребок. Так? Да. И посреди зимы я зашел в воду на пояс и сел. И мы оба оказались где? Последи зимы. В Енисея под водой. После этого тебе вот это вот купание при восьми градусах, да? Тьфу. Ты даже не можешь. Ладно. Значит, зачем я это говорю? Итак, заканяем тело, заканяем. Еще это уже не тело. Тренируем тело и мозги. Сейчас все это будет в комплексе. Я буду прошу где-то вас останавливать запись. Буду говорить, ребята, давайте... Говорите вы. Так. Ну, здесь все понятно. Дети должны уметь плавать. В прошлый раз. Я спросил Сеньку. Хорошо или нет мучить животное и держать дома? Нет. 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 Но дома можно держать, если не в клетке. Ну, без клетки как ты его держишь? Там была... Там была змея, а? Ну, не змею же. Ну, змею же никто не будет дома держать. Ну, в общем, так. Вопрос принципиальный. Вот и ты ответишь. Смотря каких животных дома держать. Кота или змея? Большинство не змея дома держать. Ну, держать можно? Нет. Нет. Ну, в общем, принцип такой. Животные дикие, которые прям чуть ли не из лесу предоставлены, чтобы продать бальчишкам. Так. Которые думают, что ура, у них теперь будет игрушка. Это очень плохо. И, конечно, начинает она сущительно, чтобы он это детям объяснил. Кошка, да, домашняя. Есть собачонки домашние. Да, если в карман кладут, собачка кладут в карман. Вот такая вот. Ну, эти пускай карманы. Больше ничего. Так. Это мое мнение. А вы прислушиваетесь или нет? Мы в 2015 году, я буду говорить, потому что это очень важно. Мы купили вот этот участок номер 3. Этих деревьев в 2015 году весной не было. Вот. Представляете, в 2015 год. Вот так вот. Это тоже на участке куплено в 2015 году. Успели выросли. Что, Сенька, вспоминай? Персики. Нет. Абликосы. Ёлки-палки, я нисколько говорил, колновидные. Эх, темно-то, не запомнил. Это колновидные яблони. И говорю с будущим садоводом, потому что, ну, ты сам себе, ну, ладно, я здесь не больше 9 лет, да, или 10. Допустим. Вот. А ребенка подвели к экрану, 15-летнего, сказали, смотри, дядя Валера, или дядя Валера, никогда не это плохого не научит. Учу хорошему, никогда в Сибири классические колновидные яблони расти не будут, выброшенные деньги. Перестроитесь, научитесь природу, приведете на Сибирьки, и иногда у вас будут получаться вот такие настоящие колонны, и очень редко. Вот это чуть ли не все на всю Сибирь. Таких всего на всю Сибирь 60-х. Вот так. Почему я их не продаю? Чтобы не позориться и людей не позорить. И не это, не грабить. Вот. Что это, что это дама? Это София Мутольна. София Мутольна. Она к плохому не привыкнет, она привыкла в таком саду жить, да? Идала. Так. Ну, кто из вас самый сильный? Сонька. Сонька. Я забыл, что мы ездили в деревню, она таскала ведра с этим. Вспоминай, ведра с... Но снегом, да? И что я забыл спросить? Не пора ли есть танцулик, переходить в секцию танцулик, переходить в секцию этих? Ну, как тебе можно где-то? В бокс? Ну, что-то похоже. А, на борьбу. Ну, можно и не надо, личико должно быть, девочки. Ну, борьбу. Забыл спросить. Ну, спрошу, говорит, пора ли мне это, меня это профессия. Соня, тебе бошку бьет. И, кстати, передо мной улыбается. Да, ведь. Да, там Соня выиграет. Да, конечно. Без шансов. Ой, колебкая девочка. Просто под факт. Вот, просто мне удивительно, что это такой талант пропадает. Завтра обязательно спрошу. Вот, переведем в спорт. Ну, что это танцюрки-танцюрки. Танцевать она и так умеет уже. Да. Шпагат умеет. А дальше что? Ты... Так, ну, это мы уже проходили. Температура плюс. Смотрите. Да, 12 сентября. Здесь примерно сейчас он и так летом не нагревается. В это время температура плюс 6, плюс 8. Ну, если уже... Можно улыбаться при этом. А не стучать с зубами. А, и вот это... А, Сеня, мы на этом остановились. Вот, тебя не было, Тимош? Я сказал, Сеня, давай покажем. Настоящего садовода. Когда он взял лопату на стороне и пошел. Ты постоянно обрадовываешься, видишь? Смотрим. Итак. Для начала мы выкапываем... Чего? Черный... Абрикос. Это было... Три года назад его нужно быть. Кстати, один плод он уже дал. Куда он делся этот плод? Ого. А костей хватает. Короче, ты начал выкапывать. Мы же очень малышню, поэтому давай подробнее. Итак, выкапываем. Комитеры. Сковал земли. Так. И пересаживаем. И садим. Да. Делаем что? Специальный холм. С этим расчетом... С этим расчетом, чтобы не это... Вокруг почва была не тронута. Вообще не тронута. Это закон природы, это закон нового садоводства. Закон железного. При пересадке почва не тронута. Подробнее потом почва не тронута. И так, в середке делается ямка. Что сделал? Вместе с комом земли. Посудил ямку. Притоптал. Внимание. Нет, я одну подскочил. Палил. Это самое-самое цветовое. Заметьте, ничего в ямку не добавляли. Жаль, вы же считаете, что это вредно и опасно. Это страшное замлаждение в 100-летней давности. Дальше. Зачем мы обрезаем? Чтобы хватило питания от нарушенных корней. О, я опять проскочил. Дальше что? Выпрямляем с помощью... С помощью веревки. Да. Чтобы оно не было искривлено. Да. Ты знаешь, что прошло два года. И ты за эти два года... Не продвинулся вперед. Эти антишники, вот такие, как ты... Это... Многое отвлекает от настоящего дела с удовольствием. Так. А это кто за дамы? Не, Елена. Елена. Елена прекрасная. Так. Ну, это ты уже знаешь. Громко. Не узнал? Мама моя. Роман. Что ты сегодня... Нет. А, ты не выспался. Поэтому, наверное, полночи с трифоном, да? Нет. Нет? Смотри. То и мама была девчонкой. Вот. Была. Но зато посмотри, какая фотомодель. Посмотри на ее позу. Посмотри внимательно. Это почему это? Уже пара и деньги себе требуют за это. Эти миллионы зарабатывают фотомодели, да? А у нас тут хоть пару тысяч заработают. Сегодня я их снимал. Где-то. А? Если наша... Когда она вот такой еще девчонкой была, она позировала, значит, Соня полностью в нее растет. Просто такая же вредная. Я шучу, они не вредные. Наоборот, всегда добрые. Девчонки ваши, всегда добрые. Так. И вот эти детали. Это Татьяна Железова. Да, правда. Моя невестка. Вот. Так, ну, а это прибегаем. Здесь мои воспоминания. Знаешь, какие тебе, может, это уже мои? Мне вручили диплом, когда ты закончил садик 7 лет. Мне деду вручили диплом. Знаешь, какой? Какой? Лучшему деду. А было бы за что, да? Ну, поехали дальше. Ты уже забыл. Это твой неудачный опыт. Я арбуз пытался вырасти. О, помнишь. Молодец, хоть это помнишь. Мы пытались вырасти, здесь, как бы я назвать-то, бугорок, склон есть, наклон, и получается здесь на цепёк. Здесь под более тупым углом солнечные лучи падают. И получается, что именно такое место нужно и для бахчевых культур. То есть для дынь, для арбуза. Вот. Ну, у нас они не взошли. Ну, ну, что, взял с арбузом и посадил, и всё. Ну, это тоже наука нужна. Ну, не получилось, не получилось. И на это место мы посадили всё. Косточки, абрикосы. Так. Ну, тренировка в разгаре. Вот. Это тоже как в мамы поздно, да? Ты мама пошёл? Ну, как? Я смеху. Смотри. Ты-то маму пошёл? А? Посмотри на её. Понял? А? Хе-хе-хе. Всё ясно. Ну, в эти ты не пойдёшь, в эти, как их называют, которые по подиуму ходят мужики. Вот. Ну, всё равно интересно наблюдение. Так. Дальше ты щипаешь. Почему? Знаете, почему? Потому что, когда мы посадили здесь этот самый привитый саженец, вот. Оказалось, что вокруг полезли из земли, вспоминай, из косочек полезли абрикосики. Так. Ну, это ты дерево уже забыл, зазоборок. Из него падают на нашу территорию манджурские орехи. А вот Сенька вспомнит, ты не помнишь. Вот. Так. Опять что-то проскакивает. Так. Что это такое? Это те же самые манджурские орехи. Правильно. Вот здесь. Молодец. Награли баллы. Так. Ну и господи, боже мой. Кого у нас только нет. Вот. Вот и Балерия Железова. Моя внучка. Так. Что ты огоражишь? Ну-ка, громко. Муравейник. Муравейник. А зачем? Муравейник. Самая вредная вещь на свете. Их ненавидят все. Ненавидят эти люди опытнейшие. Уже, даже я бы сказал, сильно опытные. Сильно возрастные. Они за всю жизнь не нашли ни одного полезного муравья. Они их ненавидят. Они придумали яды. Они учат, как их убивать. Вот. У них степени этих самых. Научшая степени. И они по 40-50 лет садоводства. Они считают, что муравьи это смертельные враги. Как они их ненавидят. Как они учат покупать яды, яды. Самое, знаешь, самое дешевое, самое это. Страстное. Сказать, чем он поливает. Что? Уксусом. Вот. Смотрит 3-5 миллионов человек. Уксусом поливает мужик. А что если бы у нас так полили рядом каким-нибудь? По морде бы получил. Тот, кто полил бы. И больше бы не переступил порог нашего дома. Ну, достаточно ответил на вопрос. Поэтому наша задача защитить самое ценное на свете. Но вот если абрикос самый ценный, после него муравей. Нет муравейников. Нет ничего. Вот. Если уничтожить всех муравейков, как вот пытаются найти такое оружие. Так, так и закончится жизнь на земле. Ну, 2-3 года будем дохнуть. Голодать, а потом умрем. Вот. Что делать? Теперь на сколько? Сеня, ты согласен, что муравей ценнейшая вещь? Согласен. А ты? Да, согласен. 2-е. Дайте руки пожмем друг другу. Вот так. Вот нас теперь трое. И запомните это на всю жизнь. А жизнь подтвердит. Будете ходить по саду, наблюдать. А это зачем наблюдать? Какой-то странный человек в 19 веке сказал. Муравейники давят эти, бледные. Разносят люк. Все, поговорили. Это очень важный снимок. Очень важный. То, что ребенок спасает муравейники. Вот я тебя благодарю за это с фотографиями. Ну, здесь ты сильно умный. Вот хватит тебя хвалить. Так. А вот за это похвалю. Тебе было 7 лет, когда дед, дай пилу. Дед, косу, дай косу, дай косу. Я за твоей спиной и умираю от страха. Представляешь, какая-то опасная штука. Но отказать я не могу. Сегодня откажешь, а больше может никогда в жизни ребенок не попросить. Такое может быть. Я говорю, айтишников у нас миллионы. А отойди, у тебя ребенка в 7 лет, который первое. Ну, ты крепкий, мальчик. Такой по себе. Такой гускулистый такой, месистый. Вот. И ты в 7 лет взял эту, блед, за косу. И каждый год понемножку, ну так. Для тренировки. Кочешь, да? Вот. Возможно, один на всей планете. Можно быть такой. Не да. Да, получи быть первым косичником, вообще последним айтишником. Знаешь, слушай. Я тоже так хочу. Да. Вот это вот для детей, которые ходят в школу. И, ну, хотя бы четверщики. Ну, ладно, четверщики. Почему вода выливается? Вот почему она выливается? Из-за давления. Повтори громче. Из-за давления? Да. А как это могло случиться? А ну, говорите, я тебе не уговорил ни слова. Это я тебе уже учил. Это из-за давления. Хм, молодец. Так вот. Дело в том, что с помощью вот этой вот самой штуки есть 40 гипотез, почему вода поднимается вверх на высоту 100 метров по дереву. 100 метров, самое высокое дерево, 100 метров, это 10 атмосфер. Это то, что расплющивает человека. И должно было расплющить дерево, а оно продолжает расти вверх. И по нему вода поднимается на 100 метров. Она не может. А насос это нужно, мощь это нужно. У меня последний насос был, это 2 атмосферы. То есть на 20 метров поднимал. И тут какой-то ба-баб на 100 метров поднимается. Почему? А вот почему. Потому что то, что у тебя в руках, это сосуд. Это сосудистое образование. По нему этот самый. Представим себе. Вот я показываю, да? Вот этот, который поднимается вверх. Это мировое открытие. Ну так, пусть и дети знают. А разроста не хотят знать. Поэтому чуть короче поднимается. Поднимается, поднимается. А давление, вот это, которое опускается, оно чуть сильнее. И получается то, что вы видите на экране. Ну чего еще вы думаете-то? А потом кто-то подходит с секатором и начинает. А абрикос нуждается ежегодно. Поотрезал 10-20 тысяч. Показывали 70 меток отрежут. Полностью все сосуды перерезал. А потом 40 обработок. Смотришь, поживет. Это у меня наболело. Потому что это глупость такая. И я с вашей помощью, ребята, показываю. Ну это же проще парень на репах. Я не встал рот открыть. А это сказал переподавление. Это сказал переподавление. Ну тебя-то я не учил. Ты за откуда знаешь. Ну нас в школе учили. Ну ты какой класс? Третий. Ну я только в первом этом научили. Ну это сказки не рассказываешь. Я не рассказываю. Это. Азматическое давление проходили. А, ничего это я в физиках видел. А вот это другое дело. Вот там могут. Вот когда детей лучше вспомнили игр, они лучше запоминают. Вот там верят. Что фиксы как ты можешь увидеть. О, я такой доволен этим фильмом. Даже вот ради этого. Что не кромсайте деревья. Ну, с чем обращаюсь? Да чего ты то дерево обрезал? Там выхода нет. Выкопали корни. Повредили. Если оно не отрезано, туда все хуже, 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 хуже идет сок. На верхушке кое-как. Верхушка начинает болеть. Морозы прихватывают. Сразу садится на них жуки, гусеницы и тля. Знаете же. Так мы уже заранее половину отрезали. Эту вот вещь, вот эту вот. Где будет пор вот здесь перерезана. Зарастись. Но лучше один раз так зарастись, чем в 70 раз кромсать и думать, что доброе дело делать. Ой, я говорю, ради этого только стоило снять эти кусочки. Ой, ребята, а кто там в центре стоит? Где-то я этого парня видел. Ксеника, вот в центре полосаток. Кто это такой? Это я. Ах, ты. Это значит, что ты уже ветеран, что ты уже много лет в саду, что вот эти деревья. Вот смотри, ты вот видишь, вот на дальнем плане, вот те абрикосики не большие. А помнишь, я показывал, что в 2015-м посажены, в 2021-м там рядом с тобой все люди, это они. Вот. Ну а вы, к всему, к всему привыкли. Нас уже кормить бесполезно. Вот. Уже это, ничем не удивишь. А, нет, была такая, вспомни, там была эта, Сеня, мы с тобой проходили. Это, ну, Дима Хангровик, кто-то из наших, кто-то, да, это самое. Лера держала руку как кабачок и говорила, это огурец. Да, помню, а я сказала, что это кабачок. Вот, а она огурец. Это значит, что начинается у Леры новая жизнь. То есть она тоже будет садоводом, общеводом. Да. Вот, а тут городская девчонка приехала, увидела, кабачок говорит, что это огурец. Огурец. У больших огурцов не бывает. Так, Тимоша, это оружие его забрать можешь? Да. Почистить можешь? Да. Собрать можешь? Да. Если жизнь заставит, ты сможешь утку подстрелить? Да. Ты помнишь, что надо его очень плотно к плечу, иначе он к плечу выбьет? Да. Помнишь, да? Так, ну, будем считать, что это программ минимум. Вот, то есть, как делают, это очень важный момент, ребята. Почему? Сейчас я вам объясню. Вот. Дело в том, что на стране постоянно происходит трагедия. Это вас касается. Мы дети. То есть всю жизнь прячут от ребенка ружье. То есть, это, многие дети имеют инстинкт охотника. Еще ребенок, 10 лет, 12 лет, 15 лет. И, наконец, поглядел, где папа прячет ключ от сих. Да. Наконец, тайком открыл, пригласил друга. Да еще надо повыступать, да. И вот, собрали, это не собрали, ружье бывает собрано. Ну, вот, в таком виде, только к руки спущены. Многие так держат. Собрано, но к руки спущены. Ну, правильно, а друг, бандит, тот же, брас, патрон, и, это самое, щелк, и выстрелил. Вот. А потом, бах, и друга нет. И всю жизнь жить, а таких случаев, если не сотни, то десятки, точно. Всю жизнь жить сознанием, что ты искалечил и убил друга. Как после того же, церковь, видите, заваривает всю жизнь. Так вот, есть другой принцип. Вот, ребенка, только ты сказал, хочу. Что я сделал? Достал себе форуме. Мы разбирали? Да. Мы чистили, мы собирали. Теперь тебя тянет тайком от меня от ружья достать? Нет. Ну, и все. Вот этого я и добивался. Вот я не хочу тайком доставать оружие. Ну, ты чего? Я не хочу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаю, было. Подожди. Да я знала, что подача большая. Мне может плечо просто так отбить, я могу лежать. И, может быть, там... Про отдачу ты уже знаешь. А то, что через пару лет тебе морские гормоны заиграют. Это первое желание что-то сделать необычное. Это еще и грехом. Первое, что мне в голову придет, когда я буду взрослым, это... Сенька, ты следующее, кого я научил. Ну, время подходит. Вот, смотри. Я, наверное, наработаю. Сколько ты бадок перелет, это самое? Теперь проверяю, вспомни. Три. Три. И, по-моему, вообще три. Первого выстрела все. Все. Молодец. Так. Ну, а что ты тут так нос задираешься? А, ну да, ты же где-то крутой. Дело в том, что мы с тобой занимались заготовкой черенков. А нет. Это уже... А, это... Вот. Кто мне не верит? Первое декабря. Где снег? А морозы трещали. А снег... А то еще... Действительно. Уже 2 метра снега, поэтому у него и урожай. А, да. Первое декабря. Вот доказательство. Эту картинку надо запомнить. Первое декабря. Посмотри. А морозы трещали. Это не значит, что все еще снег падает. Что все еще ноль. Чего это два, ребята. Какой ноль? Ну, а заготовка черенков, вот они, за той спиной. Дерево, которого много черенков будем срезать, да? Сейчас посмотрим дальше снимки. Ну, главное, что... Главное, это то, что мы... Запоминайте, друзья. Это учеба. 20-25 ждем. Это обычно в ноябре. Бывает, ближе к концу ноября. Потом потеплело. Ну, к сожалению, снег не выпал. Первое декабря потеплело. Вот внутри с перчатками. Тебя на сайте перчатки замучаешься. А вы сейчас с руганью, со скандалом. Это значит, что мороз есть. Вот. Снега нет. Но потепление до минус 50. Очень удобно. Резачинки. Все. Это, значит, пригодится. Кому надо. А вот и это... Итак, что мы имеем? И когда-то... И сейчас мы заканчиваем разговор. Значит, смотри. Обрезаны остались эти... Пеньки, видишь? Полностью не отрезаны. И я тебя спрашивал. Вспоминай, это было год или два назад. Такой же учебный фильм. Сенка у тебя переграл. Он уже сейчас фигуру ждал. А тогда ты был лидером. Что тебя полстраны ждало. Скажи, пожалуйста, почему мы целиком не отрезаем? Ты тогда знал ответ? Не знаю, сейчас не помню. Потому что дерево может скнить. Правильно сказал. Ну, давайте, детали не будет уже быстро. Давайте захочем. Вот так нужно, да, все не делать? Да, правильно. А, вот так. Запомнил. Запомнил. Так, теперь будем вот так вот делать. Теперь. А кого из нас видно было? Ну, немножко вас видно. Пополоники фигурными. И вы были вот тут. Да. Вы были вот тут. И еще сколько... Слушайте, ребят. Пол папки еще. Иди сюда, Тимаша, поканать, как тебя на веревке. Нет. А людей спасать надо? Да. Пусть пример берут. Ну, пожертвуй собой. Еще раз покажем. Ты показывал. А это было давно. Давайте покажем уже. Ну, поймите, может, кого-то спасем. А? Это был учебный снимок. Мы тебя специально привязали, чтобы ты показал всей стране. Было? Покажем? Покажем. Ну, ладно. А то я знаю, какой это стеснительный. Вот это. Ты? Вот это группа поддержки, группа спасения. Ну, это лоялка. Вот он. Раз. И вот эта группа спасения с визгом, со смехом тебя тащит из воды. А ты сопротивляешься. Ну, все. Начать достаточно. Так. Вот. По-моему, это очень два серия. Но если что, я потом уточню. И оказывается, мы еще половину... Ну, мы наперед что-то делали. Помнишь, мы вот эту панельку показывали. А, мы, получается, не там остановились. Да. Вот эту показывали. Это для чего вода? Купаться не... Нет. Противопожарная... Противопожарная... Да. Станция. Чтобы вот эти вот мальчишки двое, вот, Тимоша и его друг Иван, чтобы не подорглись на эту самую траву. Вот. Причем, как мы делали? Рядом стоят ведра, рядом бассейн, рядом сланг с насосом мощного, только поджарили колбасу и сразу затушили. Помнишь? Угу. Угу. Все. А почему, потому что колбаса вкусная в кусте, чем на сковородке? Подтвердите. Подтверждаю. Намного. Я могу официально заявить, что на костре колбаса даже в кусте, чем на мангале. Хорошо сказано. Официально. Особенно со своими руками. Все, друзья, доканчиваем. Остановить запись. Официально.